Девушки отдыхают Начинается с побед Прямо сейчас Евролига еще не успела стартовать, а Ленинградка уже выбрала себе первую жертву Хип-хоп-исполнитель Эл Уан должен был зажечь публику перед стартовым матчем Евросезона Но ему помешал московский трафик Впрочем, звезд войска хватало и без него Компанию привычному баскетбольному Убамонду составили Главный тренер футбольной сборной России Леонид Слуцкий И известные телеперсоны Тина Канделаки и Александр Маслаков-младший Главное, что без опоздания обошлись команды Оба европейских тяжеловеса начали без раскачки Поначалу на паркете развернулась дуэль двух эксенбашников Нандо де Калу против Джордана Фармера В споре американца с французом победителя выявить не удалось И они уступили сцену Милушу Теодосичу и Тейлору Рочести В этот момент армейцы постепенно начали уходить вперед Теодосич выигрывал свою дуэль у экс-лидера Нижнего Новгорода Не без помощи партнеров Оборона ЦСКА вышла в этот вечер на новый уровень Перекрыв кислород израильским снайперам Поначалу они оставались в игре благодаря нашим ошибкам Но затем наша защита зажала их в тиски Тренер внес изменения и мы выполнили его план Команда пахала на предсезонке и всю предыдущую неделю Именно ради того, чтобы вот так стартовать в Евролиге Каждый наш матч это послание всему миру Думаю, сегодня особенно выделялась защита Мы дали понять, что на своей половине готовы биться все 40 минут И не позволим ничего легкого Рочести рвался проявить себя в новой форме Но где бы ни оказался, за ним следовала армейская защита Отменная физическая готовность игроков Помноженная на отложенную систему от Димитриса и Тудиса И почти все броски гости совершали через чистокол красно-синих рук В итоге за первые 8 минут второй четверти Тель-Авивцы сподобились только на 4 очка К большому перерыву отрыв превратился в надежную подушку безопасности Но армейцы ногу с педали газа не сняли Мы вышли без должной энергии и никак не могли отбиться в защите Нам бы взять подборда, побежать в быстрый отрыв, набрать легкие очки Но все легкие очки доставались в ЦСКА Инициатива была полностью на их стороне Нам так и не удалось сбить их с ритма И они без оглядки шли вперед В прошлом году мы уходили в отрыв, но потом позволяли оппонентам выкарабкаться Вместо того, чтобы придавить их Тренер твердил об этом весь сезон Сегодня, выйдя в лидеры, мы наступили сопернику на горло ЦСКА показал хорошую игру Мы пытались максимально агрессивно защищаться Поскольку мы знали, что у Макаби очень опасные снайперы Во второй четверти нам это удалось И после большого перерыва мы не бросили работать И это хорошо Во второй половине намека на борьбу уже не было Превосходство армейцев сомнению не подвергалось И на площадке все чаще стали появляться дебютанты Евролиги У ЦСКА это Кори Хиггинс, Вячеслав Кравцов и Дмитрий Кулагин У меня каждая игра как праздник Так что не могу сказать, что сегодня был как-то особо взволнован А вот некоторые и другие ребята да Но главное, что все вышли на матч с полной концентрацией Я рад вернуться сюда О времени, проведенном в России, вспоминаю только хорошее Людей и все остальное тоже Было приятно снова побывать в УСК Увидеть знакомые лица Жаль только я по-прежнему ни разу здесь не побеждал А так хочется это сделать Умелыми руками организаторов первый матч в Краснодаре превратился в полноценный фестиваль для болельщиков локомотива Аппетит публики разогревали богатой культурной программой Баскетбол под открытым небом, живая музыка, парад зубастиков, талисманов клуба, эффектная презентация новой версии группы поддержки и впечатляющее шоу барабанщиков Убедительная победа над Станой словно вишенка на торте большого праздника Фантазия на этом не иссякла И уже на следующий день краснодарцы вновь получили шанс насладиться обществом баскетболистов Новаторское знакомство с командой прошло в формате ток-шоу Кому понравилось больше, игрокам или их болельщикам? Вопрос открытый Я здесь второй год и уже начало этого года, я думаю, уже переплюнуло первые полгода прошлого сезона В этом году все здорово, я был еще, когда смотрели первую игру с Нимбургом, смотрели в спортбаре вместе с болельщиками Тоже была очень неформальная обстановка, тоже было здорово и здесь, собственно, продолжение Такой формат интересный был, веселый, живой, то есть не держали в тонусе и не закисали Вот, очень понравилась идея «Пять фактов» Действительно, пришлось даже вспомнить их Когда наш президент нынешний еще играл в баскетбол Сергей сидел с нашим аппаратом за кольцом Ну и вот это самое сильное, конечно Не нужен ему тренер никакой профессиональный, потому что первый тренер его до сих пор иногда проводит индивидуальные тренировки онлайн по скайпу Я все еще не в курсе, не уверен, что это было Наверное, какая-то местная традиция Ну, я-то всегда открыт новому Не, шапку больше не надену В такой атмосфере я чувствую себя как рыба в воде, прям как на площадке Я думал об этом Я думал об этом, ну, если Сергей Зверев может после того, как он стрих людей, стать звездой, то почему бы мне не стать звездой, поскольку я был ее баскетболистом Это точно, знания кириллицы нужно подтянуть Но автомобиль я угадал, там кое-какие буквы узнал А в остальном я просто гадал Было весело, конечно, было бы здорово понимать все шутки Но вечер и так удался Но шутки в сторону Старт Евролиги и первый серьезный соперник Грозный Панатинайкос Первая четверть ушла на то, чтобы вспомнить вкус борьбы главного Еврокубка А затем красно-зеленые показали себя во всей красе, показав защиту высшей пробы Тон задал Сергей Быков, и его подчин подхватили партнеры В решающей четверти легендарный клуб из Афин худо-бедно наскреб скромные 9 очков И как итог, почти 6000 собравшихся в баскет-холле болельщиков стали свидетелями третьей победы российского клуба на старте главного континентального турнира Макаби, Реал и Панатинайкос – неплохой улов скальпов после первой недели Евролиги Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин В течение двух дней на Ленинградке побывали два чемпиона Евролиги последних лет В четверг ЦСКА принимал Макаби, а в пятницу в Химках гостил Реал – действующий обладатель трофея Несмотря на то, что химчане вернулись в главный Еврокубок после двухлетнего перерыва, тушеваться перед самой титулованной командой Европы они не собирались Все-таки подмосковный клуб тоже чемпион Кубка Европы, и амбиции у него соответствующие Чемпион Евролиги в гостях у обладателя Кубка Европы – неофициальный суперкубок На визит королевского клуба химкинская арена отреагировала аншлагом Перед входом опоздавшие тщетно пытались отыскать лишний билетик, а на трибунах обнаружилась даже группа фанатов Реала Впрочем, химки с первых минут дали понять – хозяева здесь мы Сегодня был не совсем обычный матч, все-таки к нам в гости пожаловал Реал, парни всю Европу пересекли, но мы ждали их и были готовы Но пор химок стал ключом к победе, мы не ждали такой жесткости с самого начала, они все делали лучше, мы не смогли играть так же интенсивно, нам предстоит много работы Мы знаем, что они сильная команда, и мы настраивались, несколько дней отрабатывали их нападения и сегодня выкладывались по полной Вязкая защита, порой даже за гранью дозволены жесткости и твердая рука снайперов Химкам хватило пары минут, чтобы завладеть преимуществом и инициативой Попытки звезд королевского клуба организовать погоню уперлись в то, что подмосковные звезды сейчас сияют ярче Дэвис, Агастин и Тодорович выигрывали битву под кольцом Швед, Райс и Копанин смотрели лучше и раскованнее своих соперников Хозяева быстро обзавелись двузначной подушкой безопасности и не позволили чемпиону Евролиги даже намекнуть на камбэк Мы отрезали их быстрое нападение, вообще не давали им легких мячей, грамотно использовали фолы У них почти не было проходов Да, они пробили много штрафных Но главное, Реал не организовал ни одного рывка, когда они забивают один проход за другим, один трехочковый за другим И все, ты уже проиграл Мы не дали им так сделать Мы отлично возвращались в защиту, фалили, но не давали забить В итоге игра шла в удобном для нас темпе, ведь в открытом баскетболе их невозможно обыграть В том году Реал забивал по 90 с лишним очков, а мы сдержали их на 70 Вот основа рецепта Это был уже третий визит Реала в Подмосковье, и пока испанцы не знают там побед Правда, в последующих матчах Евролиги родные стены Химкам уже не помогут По воле организаторов турнира, желто-синие переедут во дворец спорта «Динамо» в Крылацком Который отвечает минимальным требованиям вместимости в 5000 зрителей Даже не будь Реал чемпионом, это особенный соперник Обыграть их всегда приятно Но дело не только в этом, возможно, что мы больше не сыграем в Химках в рамках Евролиги Наверное, не у всех получится добираться в Крылацкое И мы хотели добыть для болельщиков победу над лучшей командой Европы И сегодня нам это удалось Победа над Реалом сделала высокие притязания Химок более осязаемыми Как минимум, это шаг на пути к выходу в ТОП-16 и хороший эмоциональный заряд перед матчем с ЦСКА Как максимум, заявка на первое место в группе и только начало становления большой команды На дворе октябрь делать выводы еще очень рано У Химок хорошая команда и они дадут бой любому сопернику Но повремените с прогнозами, многое может измениться Реал точно изменится, мы станем сильнее У нас в деле только одна игра и мы сейчас не можем после одной игры говорить, что мы там готовы всех выиграть Мы будем просто стараться выигрывать каждый матч и настраиваться на победу Неофициальная российская неделя в Еврокубках завершилась триумфально Но это только начало сезона А многочисленные легионеры осваиваются не только на паркете И впереди наша любимая рубрика «В Россию с любовью» Я Джуан Джонсон А я Диджей Купер И мы игроки Красного Октября Мы тут, чтобы разобраться, что это за штуки Будем думать, зачем они Поможет ли мне год в Енисее? Не думаю, тут ведь все очень трудно Ну, может, вот там «Сибирский тигр» или что-то в этом роде У меня пока вообще нет идей Посмотрим, я полагаюсь на помощь диджея Так, кто это? Ты должен дать нам какие-нибудь подсказки, ну хотя бы намекни Ага, наверное, это парень из жутких мультиков Так, вот это Что думаешь? Дай-ка посмотрю Дружище, давай подсказку Это же ложки Для борща А две зачем? Если очень проголодался, да? Джей любит музыку Есть немного А, вот так Не, это слишком сложно У меня не получится Тебе композитор умер А, наверное, это нужно прикрепить сбоку и крутить Похоже, это чтобы что-то выжимать Какие-нибудь фрукты Ага, этой стороной сверху А, вот так? Да я не знал, просто пытался угадать Я пока уступлю дорогу джей-джею Мы же партнеры Пускай отдувается, да и вообще у меня пока нет мыслей Делаю скидки джей-джею, да и все, а сам не врубаюсь А вот такую штуку я купил два года назад Там их много Это кукла Ее можно открывать и открывать А это не такая штука, которой... А, нет Это не чтобы картошку чистить Никогда такого не видел А ты? Ни разу Джей-Джей, прошу Мужик, когда я был в Сибири, я дома сидел На улице-то холодрыга Так что идей нет Флейта? Ну точно какой-то музыкальный инструмент Попробовать сыграть? Ну можно Дуть сюда, да? Давай джаз Ага, щас Ну кое-что я могу В минувшие выходные американцы Красного Октября успели нас удивить Устроили настоящий шоу-тайм в домашнем матче с Рижским ВЭП Стартовав с оглушительных 12-0 Но одержать победу не получилось Латышский клуб показал характер и не сломался даже после оглушительных данков в свое кольцо Но это тот самый случай, когда поражение получилось красивым ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА зато в понедельник появилось место, где можно посмотреть на трофеи прошлого. Перед матчем армейцев с химками под трибуной Сергея Белова был открыт музей баскетбольного ЦСКА. Среди экспонатов кубки и программки, кеды и майки, и даже трофейные сетки. По соседству стенд титульного спонсора, который помог осуществить задумку. На открытии собрались легенды ЦСКА из далекого и не очень прошлого. Вместе они вспоминали прошлое и делились историями, из которых потом получаются анекдоты. Ленточка перерезана, и теперь любой может полюбоваться блеском золота и прочувствовать величие побед прошлого. Я надеюсь, что болельщики будут сюда приходить с интересным смотреть. Здесь и интерактивное есть, там два табло, и есть фотографии и перечень регалий заслуг заслуженных игроков, которые представляли ЦСКА на протяжении многих десятилетий. Я хотела бы, чтобы они увидели, каким образом одна команда в компании может добиваться таких успехов, таких они добились на протяжении 90 лет, это ЦСКА, и 80 лет, которым отмечали наши компании. Я, честно говоря, не помню хотя бы одного года в истории баскетбольного ЦСКА, когда они вообще не выигрывали бы трофеев. Может быть, вы вспомните? Я не могу. Поэтому, конечно, жду пополнения в этот музей. Вот здесь можно посмотреть исторические вещи, там программка участников, там чемпионат ЭРС ФСР 53-го года. Это год моего рождения, мне даже было интересно посмотреть на это. Я еще, на самом деле, у меня не было возможности ознакомиться с трофеями, которые выставлены, но в любом случае, вот даже я вижу просто информацию на колоннах, очень здорово, очень красиво и прикольно. Некоторые факты даже я не знал. Вот поэтому будет возможность посещать как можно чаще и знакомиться с историей клуба, и даже с историей клуба немножко поплотнее и поближе. В честь юбилея спонсора и визита «Химок» матч открывало лазерное шоу с танцами и баскетболом. Виктор Хряпа в роли живого кумира и паркет у ИСКА ЦСКА готов к основному действу. Представление двух команд сплошь громкие имена. Скоро они подтвердили свой статус делом. 106 очков на двоих за первую половину. Огневой мощи не занимать обоим, но снайперы и армейцы выглядели в этот вечер куда свежее. Данк Виталия Фридзона как неоспоримый аргумент. Вообще, сначала на фоллик был, на фоллик хотелось. А потом смотрелось, почему не сделать, вроде бы, хорошее чувство у себя. И давно не забивал, кстати, меня уже начали подкалывать. Данк Виталий Фридзона как разобьешь, и вот, видите, все, все забил. Теперь все, будем в каждой рябить. Данк Виталий Фридзона Армейцы ушли в отрыв и собирались спокойно завершить матч. Однако решающий четверг гости начали мощнейшим ускорением. Отыграв минус 16, Химки грозили вырвать у ЦСКА очередную победу в регулярке, но тут в игру вмешались эмоции. Тайрис Райс делает счет равным на отметке 87-87. Затем один из многих проходов декало и фолл Дэвиса. За реакцию на свисток арбитры награждают американца технически. Два штрафных за нарушение, плюс один за дисциплину, плюс владение. Атака выливается в трехочковое декало, и так армейцы получили плюс 6 за 3,5 минуты до конца. На еще одну реактивную погоню Химкам сил уже не хватило. ЦСКА отстоял домашнюю площадку. Дерби на Ленинградке удалось. Были ошибки, но прежде всего хочу сказать, что команда, которая сбивает 100 очков против Химок, она достойна уважения и похвалы. Так что сегодня хочется похвалить ребят. Сегодня все старались, сегодня все боролись, но есть недочеты, результат достигнут. Победа над Химками, над тем соперником, который принципиально для нас. И настало время нашего традиционного хит-парада. Открывает горячую пятерочку Валерий Лиходей. Мощнейший данг, худшее, что могло случиться с Кольцом Астаны. Валерий – элегантная мощь Лиходей. Уникс, Казань. Виктор Рад из Нижнего Новгорода отрабатывает в защите и, как награда за старания, эффектный данг. Виктор Рад, Нижний Новгород. Красный Октябрь продолжает покорять хит-парад. Диджей Купер даже промахивается удобно для партнеров. Джей Джей Джонсон и невероятный путбэк. Эти парни все делают красиво. Красный Октябрь, Волгоград. Нандо Декало попадает в тиски дабл-тим. Теряет мяч, но не покидает игру. Нандо ошибки нужно исправлять Декало. ЦСКА Москва и этот замечательный блокшот. Шоу-тайм от Красного Октября. Диджей Купер использует чит, как почтовый ящик. Тони Митчелл посылку забирает. Данк-шоу от Красного Октября приносит радость. Но еще не победы. Волгоград. И на этом все, друзья. Увидимся через неделю. И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова